Бывший директор Музея памяти жертв политических репрессий присвоил 700 тысяч тенге. Об этом сообщили сотрудники финансовой полиции. По их данным, деньги были выделены на подготовку документального фильма о бузниках Карлага. О том, каким образом крупная сумма оказалась у директора музея, расскажет Мирамбульс Лакимбаева. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками управления финансового контроля. Как оказалось, руководство музея договорилось с производителями фильма о более низкой цене. А сэкономленные 700 тысяч тенге в бюджет так и не вернулись. В мае 2012 года сотрудникам департамента финансовой полиции по Карагандинской области был усталомлен факт незаконного перевода бюджетных денежных средств директора Музея памяти жертв политических репрессий насчет физического лица за покупку научно-документального фильма о Карлаге. По результатам следственных мероприятий выяснилось, что в прошлом году Акционерное общество Республиканской телерадиокомпании «Казахстан» по поручению Акимата Карагандинской области должны были провести информационные сопровождения мероприятий, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. В связи с этим был снят научно-документальный фильм о Карлаге «Политические репрессии 30-50-х годов XX века». Бюджет составил 150 тысяч тенге. По словам финполовцев, в июле 2011 года Аймбетов, ранее судимый, предложил приобрести данный фильм директору Музея памяти жертв политических репрессий, гражданки, имя которой в интересах следствия не оглашается. 6 ноября текущего года в отношении директора Музея памяти жертв политических репрессий и физического лица, на чей счет были переведены бюджетные средства, были возбуждены уголовные дела по статье 176 часть 3 пункт БВ «Растрата и хищение оверено чужого имущества». Как отметили сотрудники финансовой полиции, в отношении бывшего директора музея и 29-летней Жазеры Кульбаевой было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день проводится расследование.